а вы где служили владивостоке это морской флот на каком корабле не а есть фотографии василий александрович алексеевич вот на этом корабле служил вы кем там служили парчика ну и хорошо готовили тоже а сколько вот команда сколько человек на одном корабле метров ширину и сколько месяцев в плавании были ни разу на берег не выходили а куда вы ездили люди уходили и как раз вот 9 мая будем вспоминать на вот какая у нас дружная страна уважали года это еще вы в селе поляда идут нас всех вместе забирали вот человек 6 и все в разные места попали это вот кто это я с братом младшим братом вы не ходили а просто вот просто когда в армию вас тогда фотоаппараты были как вы помните свои а снимали тоже сами какие модные штаны правильно на молнии а тут что написано шалова и столовая давайте дальше это какие годы ухта это кто-то певица и того что ваш корабль на это труда и гнатальку рисовали и тогда модно было на кальку это вот ахтамар мы через иван когда едем там сейчас все телефон а это что вы новый год там отмечали на корабле а там снегурочка что на корабле вообще нельзя было тогда а сейчас есть мои настоящие мужчины балтийский флот я там а как раньше определяли куда надо спрашивали чего а это вы кого рисовали а это кто меня в армию провожу а вы уже знакомы были стане тогда дружили уже как не это экватор переходили мы ухты ухты это раритет вообще это что попался нет это мы одеты и так мочалки одели а мы эти специальные там от веревок вай мама какие вы смешные огромный корабль и форма одежда была там шорты жарко да очень было утром встаешь солнце взгляните и это вот на вашем корабле такие вертолеты были это уже американские корабли не наш но это ваш корабль авианосец самолет туда заходил истребитель какой тогда самолеты садились а какие самолеты были яг-38 а понятно яг-38 они маленькие по-моему да 10 метров у них размах крыла и 17 метров длиной яг-41 это вот в доке наш корабль поднятые вот а это 82-й год был 83-й это с кормы и это с носа угу это армяну знаешь как было бы интересно ой армян любит эти вещи угу ну мы пусть подписываются на канал на армяки Ракусян и смотрят да это нам приезжали это вот все советское время концерт нам делали угу это на корабле да как будто даже наверное какие-то знаменитости это вот наше построение были да ух ты три тысячи сколько три с половиной тысячи три тысячи и родной экипаж и 500 человек эти мать-ти Боже вы представляете как какая мощь была да вот именно вот вертолёту пожалуй мать-ти Боже я вообще как ЧТ сейчас как у меня же дядя Керри ну уже его нету Гурмати он служил на подводной лодке И у них не два года было, по-моему, четыре года. Три года, я слышал. Три года? Да. Может быть, он постарше. Он 41-го года рождения. Он тогда в четыре года. Дед наш семь лет был. Даже так, да? А что семь лет? Слово в армии. Когда семь лет было? Ух ты. В Германии уже. Вот сзади нас, мы фотографируем, сзади нас стоит Новороссийский. Такой же корабль, только Новороссийское название. Такой же тяжелое. Это вот сзади, вон там видно? Да, да, его видать он. А сейчас вот здесь хорошо его видно. Вот он тоже, видать его. Сейчас здесь лучше видно будет. Ага, и порт его, наверное, в Новороссийский был. Это самолет на посадку идет. Ух ты, вот этот Як-36. Да, 38. 38. Боже мой, я ничего не забудула. Як-38, если захочешь... Это вот такой же, как и наш корабль. Пассажирские самолеты были Як-40. Ты летала на них? Я летала. Я же летала в Ростов, летала на малые вот эти территории. Через две единицы, 40, вот так. Да, конечно. Я просто не помню, как вот по этим номерам. А у вас разного народа, да, и так, Джеки, да, Удмурты сказали? Да, там, 148 национальных. Вон, глаза какие-то. 148 национальных. Угу. И вот так вот три года служили вы. В Вьетнам после американского похода, раскопки идут, вот подсчет велик, когда сделали. Угу. А мы сошли туда, на берег. Ну, шли, нам не разрешали фотографировать. Угу. А мы как это фотография сделали? Тихоря. Тихоря, да? Да. А город какой в Вьетнаме? Никакой, не уши. Угу. Уже больше тридцати двух просмотров. Год восемьдесят третий? Да. Угу. И в газете про это напечатали? Конечно, да, вот годит в четверт все оттуда. Вот какой Советский Союз. Двести суток оставалось до дома. И вы каждый раз вот это считали. Скоро домой, скоро домой. Вот в Индии были. Побей. А за домом скучали или все-таки интересно было? А там некогда было скучать. Ну, да. Вот у меня у папы тоже ностальгия по армии. Он служил в Германии. Вот. И больше всего... Это три корабля танки сразу заправляют. Вот наш, которые сопровождали нас за границей корабли. Это вот ваш. Нет, наш вот. Вот он. Да, наш с самолетами. А это только вертолеты там стоят. А тут что написано? Военно-морской флот СССР. Давайте вот сюда кислую капуту положу, чтобы не тякло. А, ну мне стыдно уже. А что стыдно? Я сейчас ее положу сюда. Военно-морской флот СССР. Гордость и слава нашей Родине. Бдительно несет боевую вахту. Охраняет мирный труд советского народа. А это, чтобы по очереди не заправлять? Да. Он сразу три. А как это? Шланги какие-то? Вот это танкер, да? Нет, вот он танкер. Вот это, а, в среде. Отсюда трос перекидывается сюда, отсюда трос перекидывается сюда, закрепляется. В космосе как заправляют? Иногда так что же справляют? Ну, в космосе не знаю, но сейчас вот эти Су-25 и 30, они заправляются прямо в воздухе. Да, так и заправляются. И даже фильмы сняли. Ну, в море легче, чем в воздухе. Да, все-таки там есть. Более, стиль, погоду выбираешь, чтобы стиль был, чтобы не качало, не оторвало, ничего. Да. И все, проходим. Это просто уже конец был. Это уже конец был. С корабля ушли, типа, упрощаясь. Как красиво, а все-таки. Какой почерк. Как интересно, твой друг Вовка. Дорогой вас. Вас оба звали? Желаю тебе после службы самую счастливую жизнь на гражданке. Жениться на красивой девушке. Женился. Знаете, друзья. И чтобы у тебя было много-много детей, таких же добрых, как ты, не забывая меня, всегда буду рад твоему приезду. Ко мне твой друг Вовка. А он откуда, вы помните? В Белоруссии. В Белоруссии. Какой город? Минск? Или? Ровно. А, вот Вовка в Ровно. У него жена красавица и пятеро детей. И внуки есть, двое. Трое. Трое уже. Василий. Что тут написано? Наёк. В жизни своё место. Найди своё место в жизни. Полюби самую красивую девушку. Вот все они желали, а? Хорошую жену и девушку. Какие внимательны в том возрасте, молодом, в Армении. А оставайся всегда таким, какой ты сейчас есть и будь всегда счастлив. Жду тебя у меня в гостях в любое время, дня и ночи. Вот опять Белорусь. Город Минск. Ливанцев Сергей. Ливанцов. Ливанцов. Вот тут ещё опять Минск. Это что у вас? Кучук Андрей. Все из Минска? А нет, вот из города. Куми АССР. Куми АССР. Горького. Горького. А, Гора Умов или Коршунов? Коршунов. Коршунов Олег. А это Коршунов, да? Это я. А это вы? А что это? Нет, это чернявый такой тот. Аж Белявый стал. Да, сейчас Белявый. Это наш царь. А, какой красавец. Наш воевод. Царь Мария Океанов Нептун. Указ об увольнении из великого флота российского на жизнь мирскую в дни весенние. Это что? Гром, сестра, гром. В связи с увольнением старейших на гражданку всем воеводам. Короче, не поняла, но 1968 года. О, да, от Рождества Христова, дабы сохранить мир. Ага. Царь Мария Океанов Нептун. Да, но красиво. А это кто нарисовал? Это из Баку парень был, Вовка. Угу. Он рисовал. Угу. Ну, две секунды он. Нарисовал. Минут пять и он нарисовал. Да. Какая страна была? И это все-все наше было. Общая родина была. Это уже за границей было. Это американские корабли? Да, американские корабли. Ну, ничего, все равно наши. Это и ихи, самолеты, вертолеты. И американцы наши. Ну, разные, да. И наши, и американские. Все, это уже другой, дети уже. Да, уже все. Вот такая память. И опять ваш корабль, авианосец. Это вот, а что, 38. Як-38. Як-38. Вот они стоят. Да. Вряд. Вряд. И сколько там? Раз, два, три, четыре. Еще пятый. Там 30 самолетов, 30 вертолетов. Ну, помещалось. И четыре пожарные машины. И все, пряталась у него в жилыке. Мммм. Вот здесь подъемник стоит. А, то есть, они спустились, да? Они спустились. Целый плавательный город, это аэродром. То есть, отсюда они вылетали. А вообще, они где-то там, да? Да, они внутри. Внутри были, понятно, корабля. Хоть три с половиной тысячи. У нас, да? У нас с ума сойти. Там тягач есть. Да. Это вот. Подтаскиваете их на подъемник. Подъемник поднимает их наверх. Да, как лифт, да? Типа лифта, да? Ну, вот, допустим, стол. Да. Его отсюда подтащили на стол, он поднялся наверх. Да, да, понятно. Подъемник его подняли. Ага, подъемник поднимает. И поднимает наверх, он вылетает. Ну, да. Здесь вот они стоят, потому что там киштород заправляют, керосин заправляют. Вася, скоро 9 мая. Что вы вашим слушателям пожелаете, если они вас увидят? Я им пожелаю всего самого наилучшего. И пусть вспоминают нас. Как мы постоянно вспоминаем их. У нас каждый год, 31-го, 30-го, 31-го, в эти 3 дня, короче, собираемся в Москве, во Внуково. А, что повидаться, кто слушает. Это каждый год вылетает? У вас есть какой-то косяк, сколько людей собирается. Ну, там не все приезжают, кто может приезжать, что уже все знают. Приезжают, да. Во Внуково, да? Да. Собрались, пошли где-нибудь там в ресторане или куда-нибудь на природу вышли. Ну, вот 2-3 дня вместе побыли. И опять разъезжаем все. А с того времени есть у вас фотографии? Нет. Нет. В телефоне было, а телефон разбился. И так флешки. Один ребенок взял, другой взял, третий взял. И эти флешки все потерялись. Да, это интересно вообще. Фотографии, вот оттуда остались фотографии. А вот что, на встрече были, нет. Эти фотографии нет. Все, мы пошли уже. Вот, дорогие друзья, мы побывали в гостях в Малаган. Сейчас возвращаемся. Погода немножко уже паскурная. Да, немножко. Как тебе понравилось в гостях? Шикарно. Люди отличные, прекрасные люди прекрасные. Место фиолетовое. Да, вот, прекрасное место. И дома красивые. Дома красивые, да, интересные. И быт у них интересный. Да, вот. Вот такие девочки, мальницы. Смотри, навозом они все, они все литры, ничего не употребляют. Мы еще взяли березки. Да, еще березки взяли, чтобы нам как рассаду. Посмотрим, как на рай. Ты их в воду сейчас поставишь или сразу закопаешь? Нет, я вначале все-таки воду поставлю, чтобы они это с обор не пустили. К обор не пустили, так это сразу, что есть время. Смотри, что это с обором. Сколько много все-таки оставленных домов? Да, да, да. Ну вот они говорят же, рассказывают, что они многие не жают за заработками. Другие страны. Да, закрывают домов. Вот смотри, вот еще раз. Да, очень хороший современный дом. Да, вот рядом со мной, пожалуйста, рядом со школой. А это вот школа, да. Большая школа, красивая. А немножко, да, немножко? Да, конечно. Хоро поснимает. У тебя совершенно уже поменялась. Нет впечатления о молоканах, о себе. Да, да, да. Потому что оно не то, чтобы поменялось, а потому что мы не знали, как они живут на самом деле. То есть мало чего мы знали о них. А так что-то прояснилось, скажем так. Они во все открылись. Открылись, да. Они во-первых открылись. Аж на трех, но они открыли. Да. Ну, понимаешь, мы... Я честно скажу, очень переживала, кто в 2016 году. Что случилось? У них сына въехник нету. Да, да. И не слышали, несколько месяцев. Ну, ты помнишь. Я тоже тогда еще до Адрута ехала. Я нашла их сына. Связала, сказала, что живой. Звонить не может. Они где-то пять месяцев ничего не слышали, не знали. Пока этот Артур Пепанян обещал, что им проведут связь. И они сделали им вот эту простую связь. Так, да. Этими, как назвать, кабелью. Так, да. Ну, связи-то другой, мобильной, не было. И вот, потом он вернулся из армии. Сейчас на заработках. Но приедет, женится. И вот он показали. Вот это вот, чем. Да. Том мешок. Смотри, тут тоже красиво сделали. Одноэтажный. И в этой деревне, как нам сказали, продавать губернатор запретил нерусский. Потому что село должно остаться вот слободой, как было. Да, да, да. Ну, это правило, да. А то у них, вот, весь этот уклад изменится обязательно. Под влиянием других людей, под влиянием другой, как и культуры. Это своя культура будет. А мне кажется, и мудрость у них очень высокая. Мы, потому что, вот, не только насчет свинины, когда, вот, поговорили, они сравнивают их своей на анатомию с человеком. Так вот, как бы, знак фиолетового. Уже коровы возвращаются. Ну, понимаешь, например, в Америке есть эти мормоны. Но у них многоженство. У них, вот, с этими нормами жизни как-то вот иначе. А тут так люди правильно, семейно живут. Осторожно. И чейки. Друзья, пока всем с радугой. Мы уже прощаемся. Вот такая хорошая погода. Подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях, интересно ли вам было наше путешествие. Давай, попрощайся. Пока.